Здравствуйте, уважаемые любители видеосъемки в формате RAW на цифровые фотокамеры Canon, а также все, кто смотрит это видео. Сегодня будет несколько необычная тема, связанная с качеством съемки RAW видео на разные камеры и особенностями цветопередачи различных фото и кинокамер, позволяющих снимать видео в RAW. Должен отметить, что такой информации в интернете очень мало и обычно только профессионалы, работающие изо дня в день на съемочных площадках, знают, чем будут отличаться картинки, например, Blackmagic и RED, Sony и Canon и какие будут отличия при обработке на посте. Я уверен, что и среди любителей найдутся те, кто захочет докопаться, да пусть даже несколько субъективной, но истины. А началось все с того, что я задумал покупку камеры Blackmagic. Я не рассматривал новые Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K и тем более 6K, потому что в данный момент не могу позволить себе потратить пару сотен тысяч на одно из моих увлечений. Кроме того, новый формат Blackmagic RAW не оставляет выбор редактора для первичной обработки видео, кроме как DaVinci Resolve, тогда как файлы DNG RAW можно открывать даже в известном канонистам MLV App. Итак, выбор стоял между бывшими в употреблении кирпичами Blackmagic Cinema Camera 2 и 5K с байонетом MFT и Blackmagic Production Camera 4K с байонетом EF. Ну и как вариант, я рассматривал первое поколение Blackmagic Pocket Cinema Camera в очень хорошем состоянии. На вскидку, по стоимости это были примерно равнозначные варианты. Я посмотрел очень много тестов на YouTube и, будучи готовым смириться с многочисленными недостатками черной магии, начал подбор варианта. Однако это оказалось не так просто. Blackmagic Cinema Camera 2 и 5K с байонетом EF продается великое множество, и этому есть объяснение. Установить на камеру с крохотной матрицей объектив, покрывающий площадь в 2,4 раза большую, чем размер сенсора, и лишить владельца камеры возможности установки линз, соответствующих формату micro 4.3, это конечно же нонсенс. Такая же камера с байонетом MFT оказалась большой редкостью. Если их и выставляют на продажу, то практически по цене новых, ну конечно же в рублях, и они быстро находят покупателей. С камерами Blackmagic Production 4K тоже не так все просто. То, что предлагается по доступной цене, видавшая виды техника, отработавшая сотни и тысячи часов на площадках, с механическими повреждениями и неработающими портами. Продакшн камеры в более-менее хорошем состоянии, предлагаются фактически по цене новых Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Они неспешно продаются владельцами и могут стоять в продаже месяцами и даже годами. Надо отметить, что у продакшн камеры, кроме очень весомых достоинств, это в первую очередь глобальный затвор и возможность съемки 12-битного RAW-видео в разрешении полноценного 4K, есть и ряд существенных недостатков. В первую очередь, это высокий уровень шума в условиях плохой освещенности, как следствие работы Global Shutter, а также высокая требовательность к жестким дискам, на которые производится запись из-за высокой скорости потока. И, конечно, большой минус этих двух камер – их габариты, что в комплекте с обвесом существенно ограничит вас в выборе мест для съемки. Поэтому в качестве альтернативного я рассматривал вариант приобретения компактной и легкой Blackmagic Pocket Cinema Camera первого поколения с простым аккумулятором Canon и записью на карту SD. Ограничение максимального разрешения на уровне Full HD несколько расстраивало, однако практика работы с MLW RAW показала, что увеличение разрешения Upscale при экспорте RAW в монтажный кодек вплоть до 4K возможно практически без потери в детализации, если, конечно, не смотреть видео на больших экранах и референсных мониторах. И вот дело дошло до выбора конкретного экземпляра. И если бы не тень сомнения, сидевшая где-то в глубине души, покупка была бы совершена. Но что-то не давало мне покоя, и я вновь начал пересматривать тестовые видео. Сомнения подтвердились в первом же ролике, а именно характерная цветопередача камеры. Я люблю естественные неутрированные цвета, в своих работах не использую луты и эффекты, изменяющие цветовую картину. У камерши Blackmagic я теперь отчетливо видел трансформацию желтого и светлых оттенков красного в оранжевый, темно-красного в малиновый, а голубого и синего в бирюзовый. Перед вами несколько скриншотов видео, снятых на камеры Blackmagic. К сожалению, я не могу выкладывать фрагменты видео из-за алгоритма YouTube по отслеживанию авторских прав, поэтому сегодня ограничусь скриншотами. Обратите внимание на цвет кожи. А здесь наверняка использован какой-то лут, но тем не менее. На первый взгляд кажется, что на данном кадре ошибка в балансе белого, ведь корпус объектива Canon имеет серо-бежевый цвет, но стоит сдвинуть температуру, и кожа приобретет оранжевый оттенок. Дисбаланс налицо. Оранжевое небо и сиренево-оранжевый вечер. Далее предлагаю посмотреть скриншоты видео не с одной камеры, а с абсолютно разных моделей. От первой Blackmagic Pocket Cinema Camera до относительно новой Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K. А вот такую картинку я получил бы, если бы купил кирпич Blackmagic Production 4K и снимал в условиях низкой освещенности. И здесь логично возникает следующий вопрос. А как же топовая линейка Blackmagic Урса? Может камеры, которые стоят на уровне профессиональных Canon C200 или C300, лишены недостатков младшей линейки? Давайте посмотрим скриншоты видео, снятых на Урса Mini 4K, Урса Mini Pro 4.6K и Урса 12K. Знакомые цвета, не правда ли? А это новая Урса 12K стоимостью около 1 миллиона рублей. Оранжевая рука и бирюзовый карандаш. Тем, кто работал с Blackmagic, известно, что камеры плохо отрабатывают верхние ступени диапазона, уводя яркие светлые пятна в мадженту. Здесь, конечно, экстремальный пример, но далее мы найдем подтверждение этой гипотезы. Пойдем далее. Можно было бы предположить, что камера тут ни при чем. И характерные цветовые оттенки возникают в результате демозаики и цветокоррекции от снятого материала в программе DaVinci Resolve, в которую сбрасывают сырье большинство владельцев Blackmagic. Давайте проверим. Возьмем кадр DNG RAW, отснятый на Blackmagic Cinema Camera 2 и 5K, и откроем его в штатной программе просмотр на MacBook Pro. Вот так выглядит оригинальный кадр. Я не профессиональный колорист, но картинка явно слишком малиновая, и мне хочется чуть сдвинуть оттенок в сторону зеленого. Сдвигаем. Теперь логично было бы чуть переместить цветовую температуру в холодную сторону. Сказано, сделано. Ну вот вам и оранжевая кожа, и бирюзовое небо. Я не считаю Canon камерами с идеальной цветопередачей. По моим наблюдениям, по крайней мере любительские зеркалки и беззеркалки Canon очень не точно передают оттенки красного цвета в условиях низкой освещенности. Искажение цвета усиливается при увеличении ISO. С другой стороны, это в большей степени проблема не камер, а самого процесса дебоеризации. Ведь выделение красного цвета из мозаики – наиболее трудный процесс. Но тем не менее, цвета Canon и особенно цвет кожи в сравнении с теми же Blackmagic и Sony представляются более естественными. Давайте для сравнения посмотрим скриншоты видео, снятого в формате RAW на камеры Canon 5D Mark II и 5D Mark III. А вот топовая линейка – Canon C200 и Canon C300. Думаю, не надо быть профессионалом, чтобы отличить спокойную пастельную картинку Canon от кадров, снятых другими камерами. Причем, как и в случае с Blackmagic, цветопередача не зависит от принадлежности камеры к профессиональной или любительской линейке. Наконец, давайте обратимся еще к одному очень интересному исследованию, которое провели первокурсники кинооператорского факультета в ГИКа. Они протестировали пять профессиональных камер на предмет динамического диапазона, качество изображения, возможности цветокоррекции и особенности цветопередачи. Предварительная обработка проводилась в программе DaVinci Resolve. Для теста были выбраны следующие камеры. Blackmagic Ursa, разрешение 4000 на 2160, формат RAW DNG. Canon C500 с рекордером Odyssey 7Q. Разрешение 4079 на 2160, формат RAW RMF. Red Dragon, разрешение 6144 на 3160, формат RAW, компрессия 5 к 1. И Sony PXV FS7 с рекордером Odyssey 7Q. Разрешение 4096 на 2160, формат RAW DNG. В криншотах представлены настройки программы DaVinci Resolve для разных камер. Для оценки динамического диапазона использовался просветный клин, разработанный в лаборатории киносветотехники операторского факультета в ГИКа. Данный клин представляет собой источник света, смонтированный в корпусе компьютерного монитора, с цветовой температурой 6000 Кельвинов и индексом CRI больше 80. Клин имеет 33 нейтрально-серых светофильтра с разницей оптической плотности 0,1. Таким образом, клин позволяет в одном кадре получать интервал яркости в 11 ступеней экспозиции и определять динамический диапазон камеры с точностью до 1,3 ступени. Для оценки камер с большим динамическим диапазоном снималось два кадра с коррекцией экспозиции изменением угла раскрытия оптюратора. Оценка динамического диапазона проводилась по осциллографу в программе DaVinci Resolve после приведения файлов к логарифмической гамме. Результаты теста. Арии Алекса. Все заявленные производителем 14 ступеней экспозиции читаются на изображении. Последние три поля клина имеют низкую контрастность, но при этом отчетливо отделяются от уровня черного. Ход кривой практически идеален на всем участке, где равному изменению яркости соответствует одинаковое приращение сигнала. Blackmagic Ursa. Кривая сигнала этой камеры далека от прямолинейности и имеет прогиб вниз. Кроме того, изменение чувствительности во вкладке RAW приводит к общему усилению сигнала аналогично воздействию инструмента Gain. В результате вместе с ростом всех плотностей растет уровень шума. Лучший результат обработки достигается съемкой и обработкой RAW на уровень номинальной чувствительности 400 ISO. Динамический диапазон камеры Blackmagic Ursa составил всего 9 ступеней экспозиции, с которыми можно работать, поскольку нижний участок кривой при увеличении усиления тонет в шумах. Canon C500. Равномерный ход кривой обеспечивает проработку диапазона в 10 ступеней экспозиции без заметных шумов. Red Dragon. Без использования режима HDR камера передает 12-13 ступеней экспозиции. Неоднозначность определения широты камеры вызвана тем, что нижний участок кривой достаточно зашумлен. Оператор в каждом конкретном случае будет принимать решение об использовании в изображении последней ступени динамического диапазона. Sony PXV FS7. Общий динамический диапазон составил 12 ступеней, причем 9 верхних из них имеют ровный линейный характер, а на трех нижних контраст постепенно снижается. Для сравнения камер в кинопавильоне были построены декорации, в которых был воссоздан интерьер с окном. Съемка против окна очень показательна, поскольку позволяет оценить проработку матрицы камеры фактур, имеющих очень высокую яркость. В данном случае яркость тюлевой шторы составляла плюс 7 ступеней от яркости серой карты, что соответствует верхней границе динамического диапазона яркостей, заявленного для камер Ари Алекса и Ред Драгон. Для контроля цвета и экспозиции при постобработке в кадр были добавлены серая карта и шкала X-Ride. Предварительная цветокоррекция выполнялась в программе DaVinci Resolve. Поскольку исходное изображение, полученное с разных камер, сильно отличалось друг от друга, основная задача состояла в первичной цветокоррекции, а именно настройке баланса белого, выравнивание всех кадров по контрастности гаммы с максимальным сохранением информации в светах и тенях. Для контроля в кадре использовалась серая карта. При помощи осциллографа и пипетки контролировались значения каналов RGB и приводились к одному показателю. Самой гибкой для коррекции оказалась камера Ари Алекса. Она же обладает самым большим динамическим диапазоном. Хорошим доказательством этому является проработка всех деталей оконного пространства и предметов, находящихся рядом с ним. Все фактуры в сильных светах присутствуют, в отличие от кадров с других камер. Также хорошо камера сохраняет информацию в тенях. Можно свободно работать с нижним участком диапазона без получения заметных шумов. У Red Dragon оконное пространство тоже хорошо проработано. Но несмотря на то, что производитель заявляет 14 стопов, количество информации в светах значительно меньше, чем у Алекса, которая имеет те же паспортные характеристики. В тенях изображение беднее, а при попытке его вытянуть появлялся заметный шум. Камера Blackmagic Ursa имеет небольшой динамический диапазон около 9 ступеней, что привело к потере проработки окна. Очень сильный шум, который заметен не только в тенях, но и на темно-серых фактурах. В сравнении по показаниям осциллографа, самыми похожими оказались камеры Arri Alexa и Sony PXV SF7. После приведения кадров к одинаковым уровням RGB по белому, серому и черному полям серой карты, стало заметно, что каждая из камер имеет отличия в оттенках цвета и насыщенности. Были сделаны для каждой камеры небольшие поправки по насыщенности всего кадра, а в некоторых случаях применена автоматическая коррекция с помощью шкалы X-Ride. После этого картинки стали близки друг к другу, однако при этом появились сильные отличия в проработке разными камерами высоких яркостей фактуры окна и сохранились присущие каждой камере отличия в цветовоспроизведении. Так, например, цвет кожи при съемке на Arri Alexa имеет розоватый оттенок, а на Blackmagic Ursa – желтый. На кадрах с Red Dragon цвет кожи казался зеленоватым, а у Sony PXV SF7 лицо имеет загорелый коричневый оттенок. При съемке на Canon C500 все цвета воспринимаются максимально нейтральными. И еще немного про камеры Blackmagic. Обычно профессиональная и полупрофессиональная камера при увеличении ISO равномерно сдвигает диаграмму осциллографа влево, при этом сохраняется изгиб гамма-характеристики. И это правильно. Инструментально подтвердить миф о разнице широты на соседних ISO – 320-400-500 – довольно сложно, поскольку все поглощается погрешностью приборов. Так вот, камеры Blackmagic при изменении ISO ведут себя довольно странным образом. Меняется усиление сигнала с матрицы, но более темные детали камера видеть не начинает. Зато уровень белого и гамма-характеристика отличаются. Это аукнется на посте, когда применение одинакового лут к разным ISO будет давать разный результат. Можно сделать вывод, что камера имеет только одно значение ISO, которое можно использовать. 800 для Blackmagic Pocket Cinema Camera и Blackmagic Cinema Camera 2 и 5K, и 400 для Blackmagic 4K и Blackmagic Ursa. При понижении ISO используется не весь диапазон битности выходного сигнала. При повышении, кроме шумов, сигнал выходит за 100%, теряя ступень широты. Отмечу, что я ни в коем случае не хотел обидеть владельцев и почитателей камер Blackmagic. Это отличное полупрофессиональное решение для съемки. Я хотел лишь поделиться некоторыми своими наблюдениями. Сегодня для того, кто хочет снимать видео в RAW, в бюджетном сегменте выбор невелик. Либо Canon с альтернативной прошивкой Magic Lantern, либо Blackmagic. Буду ли я покупать Blackmagic? Возможно, для каких-то определенных целей – да. Но пока я остаюсь поклонником картинки Canon. Тем, кто привык глубоко вдаваться в теоретическую часть, данный материал может показаться поверхностным и не таким уж однозначным. Тем не менее, я уверен, что для многих данное видео будет полезным и, возможно, сподвигнет на новое исследование. Уважаемые любители видеосъемки в формате RAW на цифровые фотокамеры Canon, занимайтесь своим любимым делом, познавайте мир и обязательно подписывайтесь на мой канал и на мой Яндекс Дзен. Спасибо за внимание и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok